Этот коллектив вместе с его руководителем радует и удивляет зрителей своим неповторимым стилем, оточенным мастерством и невероятной энергетикой. Речь идет о сотрудниках Натыбовского дома культуры. Подробнее в следующем сюжете. В нашей многонациональной стране с богатой многовековой историей самым ценным является культура. Работники этой сферы – люди, несущие в мир свет познаний и радость творчества. А дома культуры – это центры притяжения для всех, кому дорог мир искусства. Главное, чтобы душа к работе стремилась. Профессия клубного работника необычна. За внешней простотой в ней скрываются очень кропотливые, требующие максимальной самоотдачи, выдержки и терпения труд. Поэтому в этой сфере работают особенные люди, готовые на самоподжертвование и бескорыстные служения муза. Сегодня в Натыбовском доме культуры работает удивительно гармоничный, слаженный коллектив единомышленников. Интересные мероприятия для взрослых, молодежи и детей разрабатывают и воплощают в жизнь опытные специалисты. У нас во дворце культуры работает 10 человек творческих работников, каждый из них отвечает за какое-то мероприятие, за любительское объединение или кружок. Каждый работник культуры отвечает за какой-то кружок, любительское объединение или клуб по интересам. Каждый кружок или любительское объединение объединяет тех людей, которые в том или ином творчестве определяют себя. Например, это клуб музыки, это музыкальный калейдоскоп, которым руководит Алексей Толмачев. Там молодежь объединилась, они пишут песни, они записывают свои диски. Если это золотой возраст, то этим клубом руководит Масиенко Любовь Николаевна. Здесь уже пожилые люди приходят, общаются, проводятся для них мероприятия. Также клуб «Тропинка» — это молодая семья. И таких объединений у нас 9 кружков и 9 любительских объединений, клубов по интересам. Сейчас у нас открыт новый кружок. Я бы не сказала, что это кружок, это больше как хореографический коллектив. Потому что это три группы детей. Набрала их Скворцова Елена Сергеевна. И сегодня мы уже показываем небольшие и красивые танцы детки. А вот что еще хотелось бы сказать, что каждый человек, который здесь работает, он до такой степени влюблен в свою профессию, что постоянно ее усовершенствуют. Если человек участвовал у нас в театральном коллективе, то он старается еще и где-то в рукоделии себя применить. Например, это наша Чеховская Елена Николаевна. Она не только руководитель музея, но и театральный деятель. А также при создании музея нашего Натырбовского по быту и культуре наших односельчан, ну, что-то делает еще и своими руками. Вот. Теперь, значит, во многом совершенствует себя Алексей Толмачев. Молодой специалист, который не только участвует в театре муза как актер, но он солист и группы «Визит», аранжировщик. Он старается работать и с молодежью. Это очень позитивно действует на молодежь, потому что его окружают молодые ребята, которые стараются, ну, где-то не болтаться по улицам, а быть здесь. Также сейчас, как я уже сказала, очень большой спрос, можно так сказать, имеет и вот такие мероприятия, которые касаются нашей 70-х, 80-х годов. Работники Натырбовского дома культуры ни дня не сидят без дела, придумывают сценарии, готовятся к различным концертам и конкурсам. ДК может похвастаться своими достижениями. Коллектив принимает участие как в районах, так и в республиканских мероприятиях и занимает достойные места. Так, в 2014 году директор дома культуры Зинаида Елейникова стала победителем республиканского конкурса среди работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений. А в 2015 году коллектив был достойен республиканской грамоты за разнообразие направлений деятельности учреждений культуры и наличие форм работы с различными категориями населения. Мы принимали участие в первом региональном конкурсе «Лучший дом культуры» 2015 года. Хотелось бы, конечно, чтобы нас оценили, оценили вот именно в том, что мы работаем с категориями населения, с различными, значит, теперь наличие форм работы и разная деятельность, но хотелось бы, чтобы оценили то, что коллектив у нас сохранил вот такое большое здание, самое, наверное, большое здание в районе, сохранил его, не дал ему разрушиться и своими руками делает ремонт, своими руками шьет костюмы. Вот этого немного недооценили. Я понимаю, хорошо, когда много есть спонсоров, которые выделяют деньги и шьются костюмы. Это, конечно, очень хорошо. Но когда люди шьют сами, это, мне кажется, на более-более это ценится. В Доме культуры села Анна-Тырбова проведение различных мероприятий не прекращается ни на один день. Здесь делается все для того, чтобы местные жители чаще улыбались и радовались. Здесь, конечно, правильно в грамоте было отмечено, я с этим соглашусь, что больше это работа с населением и с разными категориями населения. У нас нет, что мы работаем только или с пожилыми, или только с детьми. Нет, это буквально все. Начиная, я считаю, что в 90-е годы у нас есть такая категория людей, с которыми тоже мы работаем. Это как раз огоньки и мероприятия, которые проводятся не только в красные дни календаря, но и просто в обычный день. Мы можем собрать их, провести с ними это мероприятие, любое. Особое внимание коллектив ДК во главе с директором уделяет внешнему виду здания, оформлению залов и кабинетов. Следует отметить, что вот все это делается руками сотрудников. Своими силами, силами коллектива нашего Дома культуры мы стараемся приводить в порядок, поддерживать, заниматься ремонтом этого здания. Это у нас сейчас дискозал обновлен полностью по желанию молодежи, более он молодежный стал. А также здесь проходят ретро-дискотеки, ретро-танцы, которые у нас стали традицией. Теперь уже, и вот сейчас уже спрашивают, когда будут снова у нас ретро-дискотеки. Стараемся по запросам населения делать вот такие площадки, которые будут для каждого интересны. В планах у коллектива продолжать работать на благо жителей села Адна-Тырбова. Наши планы на 2016 год, хотя говорят, что год будет тяжелый, но мы оптимисты еще, и несмотря ни на что. Мы надеемся, что наш опыт, еще один опыт в работе 2015 года будет еще наполнен с наибольшим творчеством. И, конечно, мероприятие, буквально вот вчера у нас после новогодних праздников было первое заседание художественного нашего коллектива. Мы поставили очень большие планы и очень, можно сказать, высокую планку в нашей работе. Дай Бог, чтобы она была преодолима. Но почему-то мне кажется, что мы преодолеем эту планочку. В конкурсах будем участвовать, концерты, огоньки, мероприятия. И будем делать свою работу так, как должны были и делать, и должны делать.